Добрый день, уважаемые участники встречи! Меня зовут Иванов Олег Алексеевич. Я являюсь директором учебно-научного центра финансового мониторинга Юридического института РУДН. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о магистрской программе, которая открыта на базе юридического института, которая называется «Право регулирования финансового мониторинга и комплайнс-систем». Сама система финансового мониторинга, более раскрыта она называется «Противодействие отмыванию преступных доходов, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения», сокращенное именование по ДФТФ РАМУ, носит глобальный характер, и Российская Федерация, как и все другие юрисдикции, обладает собственной национальной системой противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Отличие этой системы от многих заключается в том, что она охватывает в себя практически все институты нашего общества, начиная от финансовых учреждений и заканчивая органами судебной власти. Когда гражданин, физическое лицо или юридическое лицо организации обращается в банк, иное финансовое учреждение обращается к представителям установленных нефинансовых предприятий и профессий, это могут быть аудиторы, нотариусы, данные организации обязаны осуществить так называемую надлежащую проверку клиента. И в случае, если в действиях данного клиента обнаруживаются признаки подозрительности, данные организации направляют сообщения в подразделении финансовой разведки, которое является координирующим органом в национальной системе ОДФТ. В Российской Федерации функции подразделения финансовой разведки выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу. Это прежде всего аналитическое подразделение, которое по результатам проведенного исследования направленных сообщений с использованием анализа других информационных ресурсов позволяет формулировать вывод о наличии признаков либо преступления отмывания денег, финансирования терроризма, либо так называемых предикатных преступлений и передавать информацию в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, проводят расследование по признакам наличия состава преступлений. И если данные подтверждаются, в дальнейшем материалы передаются в суд, который рассматривает уже дело по существу и в случае вынесения обвинительного приговора приводит к конфискации полученного преступного дохода. То есть непосредственно вся глобальная антиотмывочная система направлена на обеспечение финансовой прозрачности. В основе этой системы лежат международные стандарты, которые утверждены межправительственной организацией группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег или ФАД. Ее мандат утвержден на бессрочный период министрами финансов большой двадцатки. Каждая юрисдикция обязана соответствовать требованиям международных стандартов и выстроить национальную систему с тем, чтобы продемонстрировать ее высокую эффективность. Одним из механизмов реализации данных стандартов выступает процедура взаимных оценок, когда каждая страна рассматривается на соответствие данным стандартам, на соответствие признакам эффективности со стороны международной команды экспертов-оценщиков. Одна из основных задач, которая стоит перед системой образования, это подготовить профильные кадры для национальных антиотмывочных систем. Поскольку данная отрасль носит комплексный характер и объединяет в себе элементы героспруденции, экономики, информационных технологий, международных отношений, было принято решение о комплексном подходе к формированию образовательного пространства в данной сфере. В результате, по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу Министерства науки и образования, был создан Международный сетевой институт в сфере по ДФТ, который в настоящее время объединяет 40 ведущих образовательных и научных организаций России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Российский университет дружбы народов является одним из активных участников Международного сетевого института. И для того, чтобы реализовать подготовку профильных специалистов по юриспруденции, в 2019 году на базе юридического института РДН была открыта магистрская программа правоорегулирования финансового мониторинга и compliance system. Партнерами данной программы выступила Федеральная служба по финансовому мониторингу и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга, который является базовой организацией по образованию в сфере противодействия отмойной денег и финансирования терроризма на пространстве СНГ. Основная задача, которую мы ставим перед собой, это подготовить именно профильных юристов, которые разбираются во всех тонкостях и сложной системы, как финансовый мониторинг, для того, чтобы они работали в интересах государства евразийского региона и способствовали развитию их национальных антиотмоочных систем. Как я уже сказал, участники этой системы представляют собой и частный сектор, и государственные органы. Соответственно, магистрская программа ориентирована на то, чтобы подготовить специалистов как для работы в службах внутреннего контроля финансовых организаций, так и для службы в государственных органах. Если мы берем крупные организации финансовые банки, то подразделения по финансовому мониторингу могут достигать несколько сотен человек. Если мы берем небольшие организации, лизинговые компании, ломбарды, другие организации, то в любой из них обязательно должно быть так называемое специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ОДФТ. По оценкам, только в Российской Федерации свыше 200 тысяч человек задействовано непосредственно в организациях частного сектора в целях ОДФТ. Кроме того, в правоохранительных органах создаются профильные структурные подразделения, которые направлены на противодействие легализации преступных доходов, полученные от определенного вида преступления в зависимости от специфики деятельности правоохранительного органа. Надзорные органы также имеют профильные специализированные подразделения, которые помимо общего надзора осуществляют надзор за соблюдением требований организациями, установленных законодательством о противодействии отмывания денег и финансирования терроризма. И ключевым звеном системы является подразделение финансовой разведки, которые координируют этот процесс и в интересах которых также мы осуществляем подготовку высококвалифицированных кадров. В настоящее время по данной программе обучаются наши коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В следующем учебном году мы ожидаем расширения круга участников программы, включая абитуриентов из Российской Федерации. Учитывая сложность системы и ее комплексный характер, мы ожидаем поступления на магистрскую программу не только тех лиц, которые имеют бакалавриат по иероспруденции, но и те, которые имеют бакалавриат экономика, IT, либо международные отношения, поскольку сама учебная программа охватывает целый спектр направлений. Прежде всего, я хотел бы отметить, что в основе программы лежит требование профессионального стандарта специалист по финансовому мониторингу. Он был утвержден после обсуждения с профессиональным сообществом, представляющего крупнейшие банки и другие финансовые институты, а также одобрен регуляторами в лице Центрального банка Российской Федерации и Федеральной Союзной по финансовому мониторингу. На евразийском пространстве участника Международного сетевого института в сфере по ДФТ была принята единая квалификация специалиста по финансовому мониторингу, которая определила те компетенции, которые необходимы будущим выпускникам. Основной фокус программы сосредоточен на требованиях международных стандартов и то, каким образом их имплементировать в национальное законодательство. Это основная задача на сегодняшний момент. Не только их непосредственно имплементировать законодательство страны, но и эффективно применить. И поскольку эффективность является основным в текущий период и в текущий промежуток времени по взаимным оценкам, этому вопросу также уделяется особое внимание и рассматриваются лучшие практики зарубежных государств по тому, каким образом выстраивается работа по линии противодействия отмывания денег и финансирования терроризма. С учетом международных стандартов основой системы сейчас является применение рискориентированного подхода. Мы рассматриваем различные уровни. Это национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма методики ее проведения. Это оценка рисков на секторальном уровне банковский сектор, страховые организации и другие. И оценка субъекта непосредственно со стороны финансовой организации и по-другому оценка клиента. Поскольку одним из обязательных элементов работы как со стороны государственных органов, так и со стороны финансовых организаций является выявление подозрительных операций и их анализ, большой акцент сделан на изучении механизмов проведения финансовых расследований и проведения типологических исследований, которые позволяют выявить схемы отмывания преступных доходов и в дальнейшем уже проводить работу по минимизации выявленных рисков. Кроме того, отдельный блок касается информационно-аналитической системы, которая связана с финансовым мониторингом, поскольку в настоящее время они являются неотъемлемым элементом борьбы с смыванием денег финансирования терроризма. Мы ориентируемся прежде всего на практику, в связи с этим в качестве преподавателей и экспертов, которые мы приглашаем на мастер-класс в рамках данной программы, выступают действующие сотрудники финансовой разведки, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга служб compliance крупнейших банков. Это позволяет непосредственно в ходе обучения получить конкретные практические знания, которые в дальнейшем могут быть применены уже в вседневной работе. Учитывая то, что нашими партнерами являются подразделения финансовой разведки, организация практики студентов также происходит во взаимодействии с государственными органами. В настоящее время как раз студенты второго курса проходят практику в основном подразделениях финансовой разведки. Выбор тем выпускной коллекционной работы также согласовывается с государствами евразийского региона, подразделения финансовой разведки и другими заинтересованными органами для того, чтобы они были максимально ориентированы на практические потребности государства. И мы рассчитываем, что те работы, которые будут защищены в этом году и в последующем, несут свой значимый вклад в развитие нормативного регулирования системы ОДФТ. Те выпускники, которые заинтересованы в работе в государственных структурах, получают рекомендации по итогам обучения и по результатам практики защиты выпускной квалификационной работы могут быть рекомендованы к трудоустройству в систему государственных органов. Также в зависимости от выборной траектории возможны трудоустройства в крупнейшие финансовые организации подразделения, которые занимаются финансовыми мониторингами. По вопросам поступления на магистровскую программу правовое регулирование финансового мониторинга и комплайн систем, вы можете обращаться в приемную по набору студентов Чеснокова Наталья Ивановна Юридический институт РДН, а также получить необходимую информацию на сайте университета. Спасибо за внимание. Я буду рад увидеться с вами в аудитории. Редактор субтитров